Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это продолжение прохождения игры под названием Man of Medan, которая входит в антологию The Dark Pictures. Если вы вдруг не знаете, что за игры входят в эту антологию, то напоминаю, это у нас интерактивные фильмцы, не знаю, как это назвать. В общем-то, игры с выбором кинематографичные в жанре хоррор. Я, если что, пропадал, потому что я болел, но сейчас я более-менее поправился, поэтому в усиленном режиме мы будем наверстывать все обущенное и будем проходить все игры, которые у нас висят на прохождении. Так, одну секунду, сейчас кое-что проверим. Тидик-тидик, 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 замечательно, все хорошо. Погнали, одиночная игра, продолжаем. Мы там с вами блуждаем на корабле. Детали я не помню, но сейчас я думаю, что получится напомнить. Продолжить. Конрад, офицерские каюты. 2.44, 21 июня. Очко, жим-жим. Ну зачем ты от нее бегаешь? Может, она подружиться хочет. Алиэкс! Джулия! Алиэкс! Джулия, истерика, бляя. Найдите остальных. Так, вспоминаем, как играть. Готовы должны быть кутые. Кто-то надо мной издевается. Водоотчистная станция с заметками уоррент офицера Найта. Уоррент офицер. Что значит уоррент офицер? Я не знаю. Если что, я могу шмыгать, я могу кашлять. Да, вы как бы понимаете, ребятки, что... Красотка. Превьюшечка была, походу. Картина. Есть вариант, что разрушится эта деталька, с помощью которой должна наша лодка работать. Если этой детали нет, то лодка не работает. Типа, мы можем лишиться этой детальки, и тогда у нас финал либо запорится, либо будет альтернативный. Ну, с побегом. Дюк? Наша? Это просто не может быть. Ого. А там реально, типа, корабль был, на котором мы прибыли. Дюк. Хорошо. Вот это хорошо было. Мне понравилось. Прикольный элемент. Даже мурашка чуть-чуть побежала. Форма, приказ, форма. 19. От кого капитан Уильям Форд, кому старшим офицером. Только для внутреннего использования. Задание. Человек за бортом. Даны приказы стоп машины и встать на якорь. В час 28 мне доложили о человеке за бортом. Убедитесь, что все ваши подчиненные уведомлены об этом и готовы участвовать в поисках. Уильям П. Форд. Это был не несчастный случай. Я видел, как он прыгнул. Кто-то хотел сбежать с корабля, ему такие, сюда не убежишь, никуда ты не денешься, чел. Еще одна какая-то у нас записочка рапорт. Внутренний циркуляр. Учим английский. Хрень. Ну, правда, это не хрень. Это типа дерьмо. Не знаю, как-то... Ну, погрубее немножко переводится. Ну, вы поняли. Типа чушь собачья. Вот так можно сказать. Буллщит. А вообще, это дословно переводится же как булл. Это бык. Типа коровье дерьмо. Или дерьмо быка. Да, они издеваются. Просто за идиотом меня держат. Надо найти всех. Не знаю, кто. Но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Так, мы ничего не пропустили. Дайте-ка посмотрим с левой стороны, были еще проходки или нет. Потому что я что-то так вот как-то прошел. Мы типа вот в арочку нырнули, там вышли. Проверяли. Или нет. Сейчас вот сюда завернем. Да? Тут мы были. Ну, наверное, ничего не упустили. Давайте двинемся дальше тогда. Не, ну а что? Тут? Тут закрыто. Так. Напрямик, это понятно. А вот тут есть что-нибудь? Направо прохода нет, только прямо. Поняли. Так, и как же мне надо крутить этот подсвечник, чтобы что-то увидеть? Оу. Левитейшн называется. Еще раз возьмешь? Ну, давайте возьмем. Я заметил тут фишка, что типа, если ты не боишься этих предметов и к ним подходишь еще раз, они часто оказываются полезными вещами, которые могут пригодиться. Ну, тут, короче, все, что ты видишь на этом корабле, можно смело делить пополам. Потому что есть прям призраки-призраки, а есть видения, которые вообще ничего не значат. И половина призраков тоже могут быть видениями. Так, что мы. Опа. Что там, старый мельник написано, что ли, да? Как-то этот сделал вывод по пустой бутылке. Бля, у него стальные яйца, блядь. Он даже не визжит, не кричит такой. А? Ну, бутылка улетела. Ну, ладно, ну, бывает. Ну, че такого, как бы. Ничего. Каждый день такое вижу. Чего ты взял, что капитан мог что-то знать? Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Ну, каком-нибудь рычажок надо сделать, наверное. Или просто пихнуть. Если ручка такая. Чем-нибудь ее выломать. Ладно. Как раз свечкой может быть, да? Ну, не свечкой, а вот именно подсвечником металлическим. Может пригодиться. Для двери пойдет. Увесистый. Ой. Смотри, бубсы норм. А сзади можешь с трапончиком тебя, да? Прихватить. Сосредоточены максимально. Играем на максимальном уровне сложности. Поэтому тайминги КТЕ очень маленькие. Ну, мы вроде справились. Блядь. Шот сестрички эти. Леди Димитреска вспоминается. Долби. О. Хорош. Я больше переживаю КТЕ проебачиваю вот эти все скримеры. Они меня не так сильно пугают, как вот возможность проиграть. Блядь. Да уебись, Наги ты ей. А вот и первая смерть. Ну, блядь. Ну, я пытался, ребят. Бежим! Джулия, нижняя палуба. 3.11. 21. 21. Черт! Блядь, так ху-то я себе прошел и так слился, блядь. Ну, пиздец. В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Как это понимать? Мы настаёмся? Черт! Ну, блядь, на какой же ты лошара? Я не могу. Жулья, ты чего? Покрывай! На, на! Хороший! О боже, боже! Может он ушёл? О! Флис! Слава Богу! Да я это я, бежим! Боже! Нам нужно укрыться! Конрад помер. Должен был здесь с ними собраться. Блин, жалко. Но переигрывать не буду, как получилось. Скутуе не справился с этим, с задержкой дыхания, блин, оно довольно сложное. Особенно, когда вот смена кнопок была. Ну, типа, блядь, там тайминги, ну, дикие, ну, реально дикие. Здесь безопасно? Думаю. Да, здесь мы будем в порядке. О, привет. Здорово. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Ну, вот одним меньше. Нормально. Самый придурочный был. Да пусть не... Да я пытался, как мог. Не пиздить. Да и не собираюсь я их спасать. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Ну, давай. Ну, что ж, как бы сказать. Здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Менее потустороннее. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед. За дело. Скоро поговорим. Джулия. Открытая палуба. 3.32. 21 июня. Это правль наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться. И постараться мыслить трезво. Ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Я его видел. В смысле, я и Плисс, так? Я видела его. Как он упал. Он упал? Где? Он в порядке? Ему кто-то помог? Мне жаль, Джулия. Боже, Конрад, мутый сволочь. Придурок. Он упал? С лестницы, что ли? Лицом вниз? Как? Упал с большой высоты. Ясно? Огромный. Нет. Нет, 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 нет. Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия. А вдруг он там умирает? Нужно идти. Конечно, но не сейчас. Эй, ты в порядке? Ты о чем это? Там, в трюме, ты что, забыла? Ты убежала с дикими воплями. Что? Ты в порядке? Да. В полном. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво. Да ты заебался своей трезвостью, блядь. То, что я видела. Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия. Я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Видели золото? Что-нибудь? Пора признать, что никакого золота тут нет. Раз мы не нашли. Что здесь произошло на самом деле? Не знаю. Газета была от 47-го года. В судовом журнале записи... Видел, она пропала. Похоже, их потрепало. Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, можно и так сказать. Я нашел письмо, в котором говорится, что здешних карауль... Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, гонь. Всякая жуть. Это место очень нехорошее. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Так, найдите путь на радиовышку. Ход внутрь. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Наверное, это бред, но... Может, из этих орудий избили тот самолет? Может быть. Получается, самолет-то недалеко от этого корабля упал. Ну, логично. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Хе. Может, как-то кучкой соберетесь там, нет? Нашли выход? Увы, нет, но... Я буду искать. Инструкция по использованию противогаза. Прежде чем помогать другим с надеванием маски, убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу, если вы обнаружили газ или услышали сигнал газовой тревоги. Первое. Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие и громким голосом подайте сигнал газы, чтобы предупредить об опасности всех вокруг. Задержите дыхание. Наденьте сумку противогаза, разместив ее под левой рукой. Перекиньте на плечную лямку сумки над правым плечом и пристегните ее к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Снимите каску. Поднесите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, затем натяните ее на лицо и натяните ремни на голову. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Закройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдавите из-под маски оставшийся воздух руками так, чтобы маска плотно прилегала к лицу, не доставляя при этом неудобств. Проверите противогаз на герметичность, плотно сжав гофрированный шланг и вдохнув. Маска при этом должна сморщиться. Если маска не сморщилась, возможно она надета не плотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу, затем снова вдохните, перезжав шланг. Повторяйте эти действия до тех пор, пока маска не начнет морщиться на вас при вдохе, чтобы убедиться в ее герметичности. Похоже, здесь перевозили опасный груз. Седьмое, отпустите шланг, теперь можно дышать в обычном ритме. Наденьте головной убор, при необходимости закройте сумку противогаза. Восьмое, вы можете снять маску только при явном указании и уточнении, что опасность поражения газом миновала. Чуть-чуть отодвиньте маску от лица и понюхайте воздух. Если вы почувствовали газ, отпустите край маски обратно, а затем повторно закройте выпускной клапан. Резко выдохните и выдавите из-под маски оставшийся газ руками. Девятое, сняв маску, берите ее из шланг противогаза в противогазную сумку. Если сумка больше не требуется, ее можно снять, расстегнув поясной ремень и наплечную лямку. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. А почему в контейнере был этот чел? Странно вообще. Че он там забыл? Так, ну подсадитесь, что ли. Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Не он ее, а она его. Норм. Я помогу. А-а-а-а-а-а. ничего в этом крае нет двигаемся дальше тогда никаких маркеров не всплывает идем туда интересно сколько еще осталось до финала музяка напряжная началась сюда тут можно пройти закрывать будешь собака нам было дойти до конца сначала увы не просчитал а там обрыв похоже что обрыв до обрыв и тупик любом там каком секретик был чел ты чё там чилишь чилит чё-то пират сам устранился нас это вполне устраивает а чё б нет лог бук до полудня сильное волнение волны до семи метров докладов о повреждениях нет после полудня погода продолжает ухудшаться прогноз тоже команда сохраняет присутствие духа до полудня ветер штормовое усиливается погодные условия крайне необычные у м выдержал несколько ударов молнии сильных повреждений нет есть несколько протечек но все под контролем штурман сообщает что глубину установить невозможно журнал журнал с с оуранг до полудня море успокаивается полдень густой туман после полудня встречный ветер усиливается 730 очень густой туман с полуночи до после полудня по-прежнему густой туман но все больше вроде здесь нечего смотреть обычно четыре странички нам всегда дают и больше ничего так давай еще раз еще раз ну и пятый разок давайте нет я думаю знаешь типа может быть такая фишка что несколько раз если подергаешь что-то изменится но может быть такое может быть поэтому мы проверяем по возможности так картину мы глянули ж да глянули вы нашли радио что это такое какие-то маршруты если идти в сан-франциско то не таким же маршрутом как будто пытались отвести всем глаза планет роут актуальный роут зачем вот этот зигзаг делали найдено 25 секретов ну не сказать чтобы я их прям супер искал но радует пускат пустой бланк что-то написано корабль снесло с курса была сильная облачность они не знали где находятся заметки главное управление в мс сша 22 июня 0007 сильный шторм ушли с курса 0012 сообщается о затоплении в грузовом отсеке номер 2 0023 многочисленные удары молнии 0048 дрейв на мелководье местоположение неизвестно 1 час 20 отсутствие информации о рельефе морского дна установить глубину невозможно час 32 начаты поиски члена экипажа выпавшего за борт час 40 поиски прекращены час 41 плотная облачность установить местоположение не удалось ну радио слышно отсюда уже помехи конечно как оно работает непонятно но слышно эй морячок смена пришла смотрите не может быть оно до сих пор работает старые радиостанции мало отличаются от современных если подключить к сети сейчас попробую работает номерная радиостанция военная чистота попросим помощь Эй, эй, меня кто-нибудь слышит? Алло. Принято. Прием. Ахинеть. Есть контакт. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12-30 южной широты, 151-20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. Повторите. Прием. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название ранг-медан. Алло. Алло. Вы меня слышите? Ну же, прием. Как всегда, найдите генератор, чтобы подать питание. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, эх ты метафорично. А не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Ну, если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Эй, эй. Раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. И вкусно. И точка. Как всегда, на ровном месте. Ох. Брэд, нижняя палуба, 4.05, 21 июня. Кости целы? Все на месте? Все целы? Нормально. Что будем делать? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно. Мы будем ждать у радио. Here. А зажигалка нам зачем? И вряд ли она сейчас работает. Эй. Оцаревшая 100%. Да смотри, что еще я и заработала. Ты первый. Это, видимо, нижний уровень корабля. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого Икс с старшей УО Уолтера Бишопа и старшего УО Тома Палмера. Сержант Питер Вуд наблюдает и до за встречу с нашей командой и говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же западный мир должен быть защищен от. Соединенным Штатам известно, что определенное агентство изучает введение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом и хотя эксперименты мы не можем. Описывает исследования, проходившие во время, в них испытывалось действие на людей-гальциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием «Маньчжурское золото». Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало, даже относительно кратковременное, вызывать сильные галлюцинации. Людей очень убедительны, а подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле. Даже было сразу много опасных факторов, сильнейший ужас. Ааа, ну галлюцинации понятно откуда. То есть вообще этих призраков особо-то и нет. Скорее всего их вообще нет. Просто видит, видит все. Похоже какие-то разборки. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, произведшего арест, ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Десять суток карцера одобрено. Ладно. Так, и... А здесь что? Гауппуахта, 27 неделя, понедельник, Артур Миллер, рядовой, мелкая кража, одни сутки. Мы это читали, по-моему, да? Короче, всем там один-двое суток, а вот один чел, единственный будет, которому десятку впаяли. И это типа странно было. Это еще мы когда в параллоде были, по-моему, записку читали. Да. Чарльз, Чарльз Андерсон и Джозеф Робертс, вот этих двоих. Ну, а я не буду это перечитывать, зачем мы читали с вами, а ну, как бы и так понятно. Так, в карцер. Тут что-то есть интересное. Вроде ничего. Хотел бы я, знаешь, кайфовать. Что за хрень ты несешь? Ну, при других обстоятельствах, этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет, вовсе нет. Сказала так, кто первая погрузилась к креку. Получается, мы сейчас на том месте, где пролог начинали проходить за солдата. Наверное, сын кого-то из экипажа. Папе, возвращайся скорее. По-моему, с этой комнаты мы и начали. Правильно? Имя пациента Джон Паттерсон Звание рядовой Место рождения Роулет, Техас Дата рождения 24 февраля 1922 года Место поступления на службу назначения Гарланд, Техас Дата 2 марта 1941 года Общий срок службы в армии 3 года 5 месяцев История болезни Диагноз Умеренный невроз Утрата трудоспособности Не является результатом проступка Наступила при исполнении служебных обязанностей Имела ли место до получения на службу? Нет Состояние в данный момент Годен к военной службе Вероятная продолжительность Временная рекомендация Пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача И явиться на прием через неделю Да блядь Как я ненавижу вот это вот хуйню Блядь Прям меня калит Вообще Управление дебильное Так Вероятная продолжительность Временная рекомендация Пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача И явиться на прием через неделю Факты таковы Сегодня в лазарет пришел на прием рядовой Паттерсон На осмотре я заметил признаки сильного стресса и паники Причем Они же наблюдались у этого солдата в карауле на этой неделе Я попросил Паттерсона прийти сегодня ко мне Так как полагаю, что его паника сопровождается яркими и тревожными воспоминаниями Ранее ему удавалось продолжить нести службу Так как после караульной вахты симптомы угасали Он заявляет, что эти симптомы для него крайне нетипичны Рядовой Паттерсон Физически здоровый молодой человек 25 лет Без известных медицинских показаний И с хорошим послужным списком Во время приема он смог успокоиться Тесты на речь, реакцию, память и принятие решений пройдены нормально Рядовой Паттерсон отметил, что в другие дни симптомы не появляются На сонный аппетит они не повлияли Диагноз Сильные панические расстройства Подозрения на боевую психическую травму Скорее всего он где-то был в карауле унес с источником Где вот этот газ протекал-утекал И у него гулины начинались С этого чела мы что-то вытаскивали, по-моему Если я не ошибаюсь Продолжение следует... Так, а куда идти-то? Спрыгнуть А мы все с вами посмотрели, разве? Я чуть не уверен Мы отчитали? Да Ну, наверное, надо спрыгивать Да, по-моему сюда мы шли, шли, шли Угу Ну, пойдем сюда Эй, иди посмотри Смотри Там внизу Машинное отделение Самое место для генератора Лестница обрывается Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да Я в норме Спускайся Так неприятно, когда они прыгают вслепую, блин О, господи Чего? Смотри, там Этот Стой Ты не видела? Ау? Так значит, у меня глюки А у тебя нет Ну, в общем, я думаю так Значит, корабль вез маньчжурское золото Это было какое-то глюциногенное биооружие из Китая времен Второй мировой И реагенты были нестабильны И растеклись Так может, они еще здесь не выдохлись за 70 лет и все еще воздействуют на нас? Паранойя, галлюцинации, того, что мы видели, на самом деле нет У команды были глюки, они явно чего-то боялись А офицеры решили, что несколько нервных солдат хотят откосить от дежурства Это не корабль-призрак, а биооружие А с упавшим самолетом это никак не связано? Ну, может, и был контакт Может, они наладили связь В общем, как вариант О, боже Ладно, идем дальше Мотостроительный завод Ван Линдена Роттердам, Нидерланды Дизельный двигатель номер 1734 1920 год Тип L87 CSE Что эта информация нам дала? Я не знаю Без понятия, что это значит Ну что, голландский движок тут стоит? Нихалам-балам, как говорят А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да Че, не с чем тут взаимодействовать? Да ладно Ну, генератор здесь Слава богу Он работает Ну, слава богу, нашли Переключи рубильник и пошли наверх Сейчас что-то не получится Все, пойдем наверх Где-то же можно подняться Электричество вырубилось, но мы починили Как слышно? Прием Объясните ситуацию, прием Нужна помощь, срочно Какие-то существа на корабле пытаются нас убить Прием К вам можно направляться, группа спасателей, прием Так, изи Что к тебе? Работай Странно Так, по времени, ребята 49 минут 50 уже доходит Я думаю, надо серию на этом заканчивать Отсюда мы пришли Я хочу посмотреть Может еще какие-нибудь секретики можно найти Отсюда я пришел А вот в этом краю Че? Опа, что-то есть Журнал команд машинного отделения 22.37 Подтверждена команда вперед на 2 третьих мощности Увеличены обороты двигателя 23.10 Подтверждена команда средний вперед Выставлены стандартные обороты двигателя 23.45 Лейтенант Янг прибыл сменить меня на вахте Двигатель работает на стандартных оборотах Особых или действующих приказов с мостикой от старшего механика нет Неполадок в машинном отделении нет Лейтенант Янг находится в здравом уме и твердой памяти К заступлению на вахту в 24.00 годен Подпись Джордж Филлипс 0.0 Сменил лейтенанта Филлипса на вахте в 0.0 Осмотрел машины отделения на предмет неисправности Перед заступлением проверил оборудование и машины Неисправности не обнаружены Изучил предыдущие записи в журнале Двигатель работает на стандартных оборотах Новых приказов с мостика нет 0.008 Подтвержден приказ полный вперед Корабль идет полным ходом 0.024 Подтвержден приказ самый полный вперед Двигатель разогнан до максимальных оборотов 0.026 Приказ от старшего механика Выключить в машинном отделении Все вспомогательное освещение и технику 1.05 Старший механик прибыл в машинное отделение Для срочного осмотра Ну ты посмотри Корабль был на якоре 1.29 Подтверждена команда стоп машины Двигатель остановлен 1.32 Получен приказ встать на якорь И че нам это дало? Я так вот не понял немножко Ну был на якоре он И Дальше че? Я так думаю что мы можем сейчас это Выйти Наверное будет как раз кат-сценка Геймплей должен смениться за другого Персонажа Так а где че? Налево да? Сюда вроде Пройти нельзя Только в коридор О Посмотри Это репризер Походу они с нашей яхты притащили Он еще работает? Там есть немного смеси На пару минут Стоит его брать? Он тяжелый Он будет нам мешать Может лучше взять? Без ума сошла? Пол корабля затоплен Он может спасти нам жизнь Не такой уж он и тяжелый Не гони Нет Нет О боже Нет О боже мой Боже мой Боже мой Нет Надо Надо уходить отсюда Наша штучка, ее надо забрать. Блин, я ненавижу это. Но здесь пауза была побольше. Обыщите отсек и избегайте Олсена. Давайте на этом мы и закончим с вами. Сейчас мы еще раз загрузимся, я проверю на всякий случай откуда мы начнем и еще одну серию сегодня я запишу. Ну, мне кажется, прям с отсека должно быть. Может сейчас катсцена опять будет, либо прям с отсека начнется. Нормально, нормально. Отлично. Давайте, ребят, на этом заканчивать. Серии будут теперь минут по 50 как раз выходить. Потому что нам нужно ускоряться по прохождению. Ну, как минимум пропуски компенсировать. И как бы еще много игр есть, которые надо пройти. Вот. Так что всем большое спасибо за просмотр. И если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком, канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в телеграм, группу ВК и на бусте по возможности. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотреть только хорошие фильмы и играть в игры. И играть только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok